Добрый день, дорогие наши читатели. Сейчас я хочу рассказать вам о новых книгах. То, что раньше было только на бумаге, теперь доступно и в электронном формате. В читальном кабинете Иркутской библиотеки для слепых появилось два рабочих места с компьютерами и специальными дисплеями. Они очень помогают ориентироваться в интернете. Можно сидеть, получить всю нужную информацию. Вот этот брайлевский дисплей. То есть инвалиды, те, кто не видит, могут читать все на дисплее, также могут они печатать. Конечно, очень важное и необходимое для наших читателей инвалидов по зрению. Вот благодаря этому оборудованию мы можем обслуживать на более высоком уровне наших читателей. А читателей здесь без малого две с половиной тысячи, причем половина обслуживается в ней библиотеки. В фондах учреждения хранится более 20 тысяч книг. Из них 5 тысяч написаны шрифтом Брайля, остальные крупным шрифтом. Есть и аудиокниги на флеш-картах. Их можно прослушивать на специальных плеерах. Библиотека востребована. Здесь очень много мероприятий. Сюда приходят люди. И здесь очень гостеприимный персонал. И мы бы хотели, чтобы все жители области знали, что кроме того, что библиотека обслуживает население города Иркутска, она обслуживает население Иркутской области. Новое оборудование куплено на средства, выделенные по областной программе поддержки людей с ограниченными возможностями. Доступная среда. Она действует в Приангаре с 2012 года. На ее реализацию в региональном бюджете предусмотрено почти 240 миллионов рублей. Программа у нас продолжается. Она будет действовать до 2015 года. Не только эта библиотека входит в перечень мероприятий, которые будут реализованы, в объекты, которые будут реализованы. Также входят учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта. Все в комплексе, потому что программа носит комплексный характер. И еще один предмет гордости работников библиотеки. С помощью этого библиомобиля книги можно привозить читателям на дом. Мария Князева, Александр Мокин. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...